Службы благоустройства города продолжают активно вывозить снег с улиц Самары. Прежде всего, идет отработка замечаний, на которые в ходе контрольных объездов указала глава Самары Елена Лапушкина. Также устраняют недочеты, о которых жители сообщали в социальных сетях. При формировании списка улиц, подлежащих расчистке, учитывают обращения самарцев, собранные Центром управления регионом и Муниципальным центром управления. Кроме того, исходит из предписаний госавтоинспекции. Наибольший объем работ по расчистке улиц и вывозу снега выполняется в ночную смену, когда нет интенсивного трафика и у тяжелой техники больше возможностей для эффективного функционирования. Ночью для приведения очередорожной сети задействованы 291 единицы спецтехники, из них 137 единиц самосвалов и 64 дорожных рабочих. В ночное время, когда интенсивность движения транспорта сводится к минимуму, самое время для того, чтобы проводить работы по расширению проезжей части, по расчистке, погрузки и вывозу снежных масс на специальные площадки. По состоянию на сегодняшний день уже выездно порядка 290 тысяч тонн снега. В первую очередь расчищают дороги, по которым ходит общественный транспорт и на которых расположены социальные учреждения. В числе таких дорожных объектов улица Аэродромная. На ней находится областной кардиодиспансер, родильный дом и другие социально значимые объекты. В прошлом дорожно-строительном сезоне в проезжую часть Аэродромной от начала улицы и до перекрестка с улицей промышленности отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Поэтому важно при проведении работ позаботиться не только о качестве расчистки и количестве вывезенного снега, но и сохранить выполненное благоустройство. Специалисты отдела контроля за содержанием автомобильных дорог, объектов благоустройства, муниципального курирующего учреждения дорожное хозяйство, при участии представителей подрядчиков, проводят совместные выезды и фиксируют в том числе недочеты, а также повреждения в случае их появления в процессе работы тяжелой техники. При выявлении дефектов выносится предписание об устранении. Также специалисты следят за тем, чтобы выход техники был обеспечен четко в соответствии с запланированным количеством, чтобы она не простаивала и самосвалы могли сделать как можно большее количество рейсов на площадке. Так за одну ночь самосвалы выполнили 829 рейсов. За прошедшие двое суток на спецплощадке доставили более 13 тысяч тонн снега. Определенную трудность при уборке аэродромной, как и остальных улиц, создают припаркованные автомобили. Профильные службы ежесуточно призывают граждан на время очистки переставлять машины в уже отработанные локации. Это позволяет тяжелой технике функционировать в полном объеме, вести расчистку от борта до борта. Применяют уручной труд. Он незаменим при очистке тротуаров возле пешеходных ограждений. Павел Грибач рассказывает, что его любимое место отдыха – Парк Победы. Раньше он здесь работал диджеем, а теперь приводит город в порядок. Говорит, работа на свежем воздухе в приятном коллективе больше по нраву. Люди подходят и говорят спасибо большое, что вы это делаете. И когда остановку чистишь, они подходят и говорят спасибо большое. В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, ожидаются обильные осадки в виде снега и снега с дождем. Поэтому готовятся к ним уже сейчас. Расширяют проезжую часть, чтобы потом было куда сдвигать снег. Не прекращают расчищать остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, парковочные карманы и тротуары. Кроме того, идет противогололедная обработка. Максим Магомедов, Константин Головин. События.